В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Как работодатели кидают работников? Почему люди с ограниченными возможностями не могут танцевать? Львы, смертельное колесо, канатоходцы. Цирк «Созвездие льва» в Караганде. С декабря 2013 года работала мать-одиночка уборщицей на строительной площадке. Ежемесячно она должна была получать по 25 тысяч тенге. Но это осталось лишь обещанием со стороны руководства. Подробности далее. Это строительная площадка, на которой работала Любовь Кураншина. Ей 40 лет. Одна воспитывает 9-летнего ребенка. Мужа похоронила 3 года назад. Она полгода работала уборщицей, но заработную плату ей так и не выдали. По словам женщины, в последнее время заправлял всеми делами человек по имени Ерлан. В 2013 год стройка началась по госпрограмме. И, значит, пригласили меня уборщицей. В декабре месяце начали бастовать рабочие. 80 человек без договора работали. Договор завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. Ну вот без договора отработали, они забастовали, всех выгнали. Не уволили, ну как, выгнали и все. Любовь Кураншина должна была ежемесячно получать по 25 тысяч тенге. Однако нет ни обещанных денег, ни руководства, которые вовсе не могут найти. Сейчас на данном месте работают уже другие люди. И начальство поменялось. У женщины проблемы со здоровьем. Перенесла операцию. Как дальше жить, она не знает. Добрые, отзывчивые люди. Если бы могли, вот так вот, я ни от любой помощи, ни от какой не откажусь. Есть же люди, вот, живут хорошо. Девочка практически, вот, дочь моя, раздетая. Я не знаю, мне бы вещи там, что, как, люди же добрые есть. Договора между работником и работодателем не было. Работников без объяснений выгнали с работы. И просто сказали, что жаловаться можете хоть куда, ваше заявление все равно никто и не примет. Вот так и оказалось. Любовь Курамшина практически без средств. С ребенком на руках. Работы не боится, убирается у чужих людей. А вот куда обратиться за справедливостью, не знает. Может, кто поможет. Жизира Дреймова, Габидзин Крушпех, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Инвалиды из шахтерской столицы хотят научиться танцевать. Только в Караганде нет специальных колясок и обученных хореографов. За рубежом люди с ограниченными возможностями уже давно зажигают под клубную музыку. А у нас даже под обычную не могут. В чем проблема, узнавал наш корреспондент Николай Кровец. Жительница Караганды Гульсум Беспавова танцевать любит с детства. После трагедии, которая произошла с женщиной 8 лет назад, она не может устроиться на работу. Друзей среди собратьев по несчастью она нашла в общественном объединении Жандос, которое недавно появилось в нашем городе. Здесь женщина забывает обо всех жизненных трудностях. Она даже хочет научиться танцевать на инвалидной коляске. Я буду ездить, буду карабкаться, некому будет привезти, значит возьму трос и прицеплюсь, и приеду. А что теперь делать? Я хочу, конечно, чтобы был тренер хороший, партнер, чтобы с партнером танцевать. Одиночные танцы есть. Вот хотим, сильным этим заниматься. Получится с партнером, значит с партнером. Нет, значит буду отбат танцевать. Ничего страшного. Нету. Общественное объединение Жандос сегодня посещают активные люди, которые оказались в трудном положении. Они передвигаются на колясках, но успевают проявить себя в спорте. Это, во-первых, реабилитация инвалидов, а во-вторых, шанс показать себя в обществе. Однако не всё так просто, как кажется. Не хватает нам специалиста, который заинтересовался в этом. Хороший хореограф нам нужен. Ну, в этом вопросе будем обращаться. Управление культуры. Я надеюсь, они поддержат нас. Основное наше. Ну, ещё специальные приспособления, специальные коляски. Пока изъявили двигаться под музыкальные ритмы на инвалидных колясках только женщины. Но и не исключено, что через некоторое время к ним потянутся и мужчины. За рубежом сегодня людей с ограниченными возможностями учат сольным и парным танцам. Со всеми трудностями в движениях они самостоятельно справляются. Тем более, в этом году сейчас прошёл чемпионат в Астане. Очень много было участников. В Караганде среди них не было. Тоже для нас обидно, потому что в Караганде существует единственная республика школа спортивная. Почему на базе этой школы не открыт вот такую секцию? Танцев на колясках. В настоящий момент спорт среди инвалидов хорошо развивается за рубежом. Например, в России за четыре года создали команду по хоккею. Пользуются спросом разной спортивной секции. Люди с ограниченными возможностями даже танцуют на сценах театров Китая и других стран. Дархан Телемисов считает, чтобы у нас открыли потопные клубы и кружки, в первую очередь должна быть заинтересованность со стороны властей. Правда, кроме спортивной площадки для тренировок и инвалидных колясок, которые выдают на семь лет пользования, они ничего предоставить не могут. Проблемы паводка и подтопления вместе с водой идут на убыль. Но люди, которые пострадали от стихии, задают одни и те же вопросы. Почему это могло случиться? Кто виноват? Наши корреспонденты вновь отправились в Купикте. Не только наш регион, но практически весь Казахстан помогает потерпевшим от стихийного бедствия. Сегодня акиматами районов, нуждающимся в помощи людям, выдаются бланки, где фиксируют, что и сколько они получили. Теперь так называемые прихребатели уже не смогут обманом примазаться к гуманитарке. Природопользователи, которые отвечают за сохранность дамбы, недоуменно разводят руками. Такой массы воды они не ждали. Лед был виден над дамбой, лед стоял над дамбой. Его было видно вот с той точки. Вот так она поднялась. Вода пришла, ну вода пришла с верхних плотин. Больше отсюда воды, нет куда браться. Вот все говорят, что мы собирали воду. Мы не собирали воду. Шлюз, вот как он сейчас стоит, в таком положении и был. Все было открыто. Вопросы, вопросы. Например, такой, почему на откуп частным предпринимателям отданы объекты, которые влияют на обеспечение безопасности проживающих рядом с ними людей. Почему до сих пор остаются бесхозными плотины, которые строили во времена ООНа еще пленные японцы. Обо всем этом будет говориться в специальном репортаже, который вы увидите в итоговой программе Орталык в следующие выходные. 12 апреля весь мир отмечал День космонавтики. Это особенный день. День триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Он длился всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении космоса. В Карагандинской средней общеобразовательной школе номер 78 также отпраздновали День космонавтики. Это событие здесь отмечается ежегодно. На праздник собрались дети и родители. Ученики исполняли популярные песни о загадочном космосе, о первых героях, покоривших его. Для родителей и приглашенных гостей была организована экскурсия по Школьному музею авиации и космонавтики, где можно было посмотреть космические экспонаты, сделанные руками учеников и преподавателей. Школа ко дню космонавтики готовится основательно. Ежегодно за месяц до празднования здесь объявляется конкурс на лучшие сочинения и рисунки о космосе. Последние украшают стены холла учебного заведения. Каждый может полюбопытствовать, что знает, что думают космонавтики-сверстники. Школа номер 78 представила свою космическую гавань на День космонавтики. Мы проводим наш праздник, посвященный 80-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гыгарина и 20-летию первого полета в космос первого космонавта независимого Казахстана Талгата Мусабаева. Самые фантастические предположения сегодня обрели реальность. И эту космическую реальность воплощали на казахстанской земле, на древней земле Сары-Арка, Караганде, которая считается космической гаванью. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Около года в Караганде действовала преступная группировка, которая занималась воровством дорогих автомобилей. И вот угонщики задержаны и предстали перед судом. На счету преступной группы 8 иномарок. Банда охотников на дорогие авто с помощью специальных чипов считывала код автомобильной сигнализации и похищала машины. Руководителем УПГ в деле проходит Владимир Бузин. Именно он распределял роли между участниками банды. Помогал ему родственник Владимир Азапивалин. Пока один скачивал код сигнализации, другой стоял на стрёме. У угнанных автомобилей забивали номера агрегатов кузова и продавали. Самой дорогой из угнанных машин была Toyota Land Cruiser Prado, которая стоила около 9 миллионов тенге. Нечистые деньги не приносят счастья. А вот отдых в местах не столь отдаленных они принесут обязательно, что и было доказано судом. С 1 по 30 апреля текущего года на территории Карагандинской области проводится широкомасштабное республиканское профилактическое мероприятие «Внимание, светофор». Следует напомнить, что профилактическое мероприятие «Внимание, светофор» направлено не только на водителей, но и на пешеходов. Соблюдение правил дорожного движения – это обязанность каждого гражданина. Акция поэтапная. В старании для проведения очередного этапа водитель-пешеход привлекли байкеров для участия в автопробеге. Байкеры, надо честно признаться, головная боль дорожных полицейских. Особенно в летний период. Их действия на дорогах бывают малопредсказуемы. Зато в колонне с друзьями, вместе с автоинспекторами, они обращают на себя внимание собранностью и малой скоростью. Любо-дорого смотреть. Напоминание всем, и пешеходам в том числе, что соблюдение правил дорожного движения не просто обязанность, а обязанность красивая, воспитывающая благородство. Рыцарем на дорогах – зеленая улица. В Караганду приехал цирк «Созвездие Льва». Карагандинцам представилась уникальная возможность увидеть настоящее шоу геркулесов, дрессуру хищных животных, программу «Смертельное колесо» и многое другое. Амина Асмакова с подробностями. Хищник и дрессировщик демонстрируют свои нежные чувства. Каждый невольно ставит себя на место дрессировщика. А могу ли я так же? Помимо этого маленького поцелуя, львы показали все, на что они способны. Опытный дрессировщик заставлял хищников перепрыгивать с места на место, вставать на задние лапы, прыгать через горящий обруч. Мухтар Усимбаев выходец из династии дрессировщиков. Со многими гордыми хищниками и со львами он работает не один год. Карагандинцам Мухтар показал лучшие из лучших номеров. Кстати, один из львов был приобретен в нашем зоопарке. Три льва. Это лев, это молодой львенок. Кстати, мы приобрели его в вашем зоопарке здесь, в Караганде. Год с ним репетировали. Вот сейчас ему чуть больше полтора года. Год и месяц. А год и семь месяцев. Сейчас он, получается, уже... Это его второй город. То есть, его родной город. Он второй раз сюда только приехал работать. Вот. А так вообще у нас всего 10 львов. Получается, трое здесь, еще и семь остались у нас в Астане. Можете представить, что показали бы оставшиеся 10 львов, если эти три хищника бесподобно, без помаров, исполнили все номера своей программы. Как только закрылась клетка за последним львом, на сцене появились канатоходцы из солнечного Ташкента. В цирке Ташкенбаевы уже выступают 150 лет. Они являются продолжателями одной из самых старейших цирковых династий. Карагандинцы только успевали охать и ахать. Глядя, как молодые канатоходцы спокойно идут по тонкому канату под куполом цирка. На канате чего они только не делали. Шли по нему без шеста, с повязкой на глазах, отплясывали чечетку и даже прыгали на скакалки. Молодые люди почти всегда работают в паре. Легче удивить публику и спокойнее балансировать. Их дебют на канате состоялся еще в детстве. Мне было 7 лет. Это был город Новосибирск. Я делал всего один трюк. Мне нужно было всего лишь пройти из одной стороны в другую. И я помню это сделал. Прекрасно сделал. Я с этим справился. Цирковая программа «Созвездие Льва» не переставала удивлять горожан. На манеж вышли два силача, два гиргулеса 21 века. Мужчины гнули железные пруты и жаблировали машинными колесами. Причем пользовали не только свои сильные руки, но и шеи. Самая главная фишка программы силачей – это то, как они смогли сдвинуть с места почти тонну железа. Посадив машину пассажиров, силачи сами, без посторонней помощи, смогли сдвинуть ее с места и покатать публику. К этому номеру они шли очень долго. На этот номер мы его давно делали. Ну, на тот момент немножко слабенький, где-то там гаши не доедали. Решили потом все-таки хвотную заняться за ним восстановить и усилить даже номер. «Созвездие Льва» горожанам пришлось по душе. Зрители даже не хотели уходить на антракт. Оно неудивительно. Столько интересного и необычного. Львы – силачи, канатаходцы. Кроме них на манеже танцевали верблюды и пони. А наездники на скаковых лошадях устроили настоящие бега с трюками. Акробаты и гимнасты без страха выступали, без какой-либо страховки под куколом цирка. А глядя, как они танцуют в спиртельном колесе, дух захватывал. В перерывах между номерами карагандинцы весело проводили время с клоунами из Молдавии. Они приглашали зрителей на манеж и вместе с ними показывали свои номера. Публике понравилось все. Кстати, среди них и были воспитанники детского дома «Преображение». Также цирк пригласил на свое шоу и 50 жителей села Кокпекты. Положительные эмоции им как раз необходимы. Созвездие льва пробудет в Караганде до 11 мая, так что каждый может прийти и удивиться. Эта цирковая программа никого равнодушным не оставит. Амина Смакова, Айден Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандин. В Караганде прошел фестиваль «Ярмарка искусств». В областном музее изобразительного искусства мастера ручного творчества представляли свои изделия. На ярмарке можно было не только смотреть, но и приобрести необычные вещицы рукодельщиков по низкой цене. Подробности в следующем сюжете. Фестиваль «Ярмарка искусств» проходит в областном музее на 45-м квартале ежегодно и каждый раз по-новому. В этом году ярмарку приурочили сразу к нескольким событиям. Такая выставочная ярмарка позволила продемонстрировать свои таланты и ученикам, и учителям, чего на столах только не было. Красочные вышивки, картины, игрушки, какие не встретишь в обычных магазинах, казахские одеяла, сувениры ручной работы, все для дома, вазы и многое-многое другое. Каждый столик с товаром уникален по-своему. Это вот международная работа. Потом эти фитушки у нас есть, вышивками тоже занимаемся. Кроме огромного количества изделий ручной работы и ярких национальных костюмов участников, на ярмарке можно было увидеть настоящих русских танцоров-лошкарей, которые своим веселым перестуком задавали ритм всей выставки. Фестиваль прошел в уютной, теплой обстановке. Участники не только демонстрировали свои таланты, но и учились у коллег, набирались опыта. Кстати, первому карагандинскому телеканалу на память о фестивале ярмарка искусств подарили красивую вышитую игольницу. Что ж, эту ярмарку мы не забудем. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Марат Култенов, Первый карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. Сотрудники правоохранительных органов Карагандинской области оказались неплохими самбистами. На минувших выходных завершился республиканский чемпионат Казахстана по самбу среди полицейских. Соревнования посвятили 80-летию Караганды. Это третья летняя отраслевая спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур Казахстана. Стражи порядка состязались не хуже заслуженных мастеров спорта по самбо. Команды представили все регионы республики. Участвует 27 команд. Из них 17 команд – это областной департамент, который делал. И 10 команд – это силы структуры республики. И в этот же день спортсмены получили свои награды. Многочисленные тренировки, упорная и честная борьба с соперниками в спорте дала сотрудникам не только возможность получить приз, но и продемонстрировать свои физические способности. Заслуженный тренер Республики Казахстан Николай Князев считает, что именно владение таким видом спорта, как самбо, необходим сотрудникам правоохранительных органов. Для чего? Для того, чтобы задерживать именно тех лиц, которые нарушают правопорядок и закон. После того, как все участники показали, на что они способны, жюри определило лучших из лучших. Самбисты получили кубки, медали и почетные грамоты. В личном зачете первые места в своих категориях заняли Нуржан Халилин, боец специального отряда быстрого реагирования ДВД Карагандинской области и Ирганат Шаханов, инспектор подразделения специального назначения «Орлан». В общей командном зачете первыми стали спортсмены-полицейские Южно-Казахстанской области. Карагандинцы заняли второе место. Амина Смакова, Ужас Габбасов, Бахтер Испанов, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболгстар. Редактор субтитров А.Семкин